Добрый вечер, в эфире общественно-российское телевидение. Мы здесь и сейчас. Ровно месяц с того момента, как мы узнали о гибели подводной лодки «Курск». Точнее, тогда было сообщено, что подлодка легла на дно. Только 21 августа мы узнали, что экипаж погиб. 6 сентября, что погиб в первые минуты. И в минувшую среду сообщили, что не все тела удастся поднять с морского дна. Здесь и сейчас с нами из Белого дома представитель правительственной комиссии по катастрофе «Курска» вице-премьер правительства Илья Колебанов. Илья Иосифович, добрый вечер. Что случилось с подлодкой «Курск»? Вы знаете, 12-13 сентября в Рубине, это разработчик данного типа лодки, проводилось очередное исследование правительственной комиссии. До этого мы не встречались, наверное, неделю, что накопление материала, анализ во многих институтах, во многих КБ. То есть, вчера окончательная точка не поставлена? Нет, не поставлена. Я пока не могу сказать, когда она будет поставлена. У нас по-прежнему три причины. И по-прежнему мы не можем сказать, какая из них наиболее предпочтительная. Это не в порядке. Ее весомость, это нештатная ситуация в первом отсеке торпедном, как многие, наверное, уже знают. А первое, я не понял, не в порядке? Не в порядке очередности по... А, понял. Да. По убедительности. Да, и так, торпедный отсек? Это торпедный отсек, это мина. По-прежнему мы рассматриваем этот вариант. И это столкновение с крупным подводным объектом. Все три варианта достаточно пока серьезно укладываются в картину развития катастрофы. Единственное, что я хочу вас поправить, то, что погибли почти все в первые секунды аварии, об этом мы сказали уже очень давно. 21 августа? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Я об этом сказал родственникам на первой же встрече в пятницу, когда встречался с ними Ведяева. Ну, я только имел в виду официальное заявление, хотя это существенно то, что вы сейчас сказали. Ну... Что смущает, тем не менее, что так, может быть, кажется, что власти сообщают ту информацию, которую скрывать уже невозможно. Я, если вы позволите, еще некоторые ваши заявления процитирую. Например, три недели назад вы сказали, что большинство членов экипажа погибли в первую минуту после аварии. А вчера вы сказали, что надо еще подумать об извлечении тела. Я хочу, собственно, спросить, а тела этих 118 подводников, они будут подняты оттуда или нет? Давайте мы сразу все это разделим на две части. Во-первых, мы ни на секунду не прерываем подготовку к первому этапу операции. Она должна состоять из двух этапов. Первый этап – это подъем тела, второй этап – это подъем самой лодки. Значит, работа идет по графику. Вчера наши водолазы, 12 человек, прибыли с севера, в Петербург, чтобы в течение двух-три дней завершить окончательное обучение и окончательная работа над проектом, в том числе и в Рубине, на территории России. И через три, максимум четыре дня они должны вылететь для завершения своей подготовки. Это мы сейчас оговариваем с норвежцами, либо в Норвегии, либо в Шотландию. Значит, норвежцы точно так же готовятся. Значит, весь комплект документации, необходимый для того, чтобы водолазы работали внутри лодки, рубином готов, он передан норвежцам, несмотря на то, что они не будут находиться внутри лодки. Но это связано с тем, что норвежцы тоже хотят оценить уровень опасности и, может быть, что-то подсказать нашим водолазам, которые будут находиться внутри лодки. То есть, то, что Вы сказали, что если бы среди погибших были Ваши родственники, Вы бы не стали настаивать на том, чтобы их тела поднимали, к графику подготовки не имеет отношения. Вы можете назвать определенно, официально и точно сроки, когда будут подняты тела и когда будет поднята лодка, и это произойдет обязательно. Значит, тела мы должны начать поднимать с самого начала октября. И сейчас с норвежской фирмой завершается согласование контракта. Делает это, как я вам сказал, Журубин. Ему, по сравнению с правительством, поручено проведение этой операции и первой, и второй этапов. Значит, по графику, которую мы разработали вместе с норвежцами, с учетом определенного этапа вскрытия технологических отверстий на палубе лодки, понимание того, что может быть внутри лодки, значит, мы считаем, что эта операция может продлиться от месяца до двух, но не более. Опять же, что смущает, что версии, которые, ну, вы сейчас их озвучили, они, так сказать, ну, более или менее, скажем так, для властей представляются, ну, скажем так, не такими неприятными, как многие другие, которые, возможно, по невидению высказываются в прессе. Тоже это смущает, честно говоря. Вы уверены, что только три этих версии, может быть? Да, это я уверен. Вот в этом я уверен полностью. Какая из них в итоге станет той истинной версией, я пока сказать не могу. Но то, что будет одна из трех, это я могу сказать точно. То есть сегодняшнее вот это попадание ракеты с крейсера Петр Великий, это абсолютно невероятная вещь, да? Вы знаете, мне трудно комментировать. Там, я тоже прочитал это сообщение, по-моему, Интерфакса, и там господин Жеков предположил, что вроде бы даже шел морской бой. Но вы знаете, давайте так это вместе осмыслим. Мне трудно себе представить учение сегодня, когда наши корабли слияют друг друга. Да, согласен. Как сложный такой вообще. Я тоже удивился, кстати. Да, а я даже не удивился. Я много слышал от товарища Жекова и читал там, поэтому я не удивился. У нас хорошая у вас правительственная комиссия. А он не входит в правительственную комиссию. А, это другая, слава богу. Это вообще никакая. У нас на сегодня всего одна комиссия. А вчера... В России больше комиссий нет. Он так представлялся. Вчера мы обсуждали в программе параметры нового военного бюджета, в котором предусмотрено увеличение военных расходов. И, собственно, хотел поделиться с вами своими сомнениями. Конечно, я не могу утверждать, что не нужно увеличивать военные расходы. Но вопрос в том, нужно ли увеличивать военные расходы, а может лучше увеличивать их на медиков или на образование. В этом смысле мне представляется, что правительство пока не высказало достаточно убедительных аргументов в поддержку увеличения военного бюджета. Например, военная реформа, необходимость перепрофилировать бывших офицеров. Не факт, что эти деньги нужно отдавать военным, мне кажется. Более того, не факт, что вообще военным можно отдавать деньги после того, что произошло с Курском. Условно, конечно, эти вещи, может быть, связывать впрямую нельзя. Но ведь не деньги решают, а люди, которые управляют деньгами. И вы уверены, что это правильно? Ну, я бы мог бы примерно такое же предположение сделать, что и вы, и сказать, что не факт, что деньги нужно отдавать на Тлевиденью, когда происходит такое ЧП со станции башней. Значит, я вам хочу... Ну, там денег не дают, я не знаю, может быть, на башню дают, но... Я хочу вам сказать, что основная масса средств, которые пошла на увеличение бюджета по статье «Национальная оборона», она связана с совершенно праведным событием, что государство в 2001 году впервые за все 10 лет оплатит все расходы или все затраты тех, кто обслуживает армию. Энергетики. По-моему, вчера, я вчера был в Петербурге, по-моему, вчера или позавчера было это отключение, да? Да, оно началось там с понедельника. Сначала в понедельник, потом во вторник. Так вот, мы планируем, что с 2001 года этого не будет. Что все, что армия потребляет, потребляет она в основном от частной компании, а армия, это, в общем-то, государственная структура, она по-честному должна оплачивать. И вот это, кстати, основное увеличение бюджета по статье «Национальная оборона». Оплачивать все по тому минимальному, что ты потребляешь. То есть, увеличение военного бюджета не связано с амбициями конкретных генералов? Абсолютно ответственно это заявляю. Спасибо большое, Илья Иосифович. Я все-таки полагаю, что, ну, по крайней мере, косвенным ответом на мои вот эти навязчивые вопросы является то, что пока все-таки ни один из высокопоставленных адмиралов или генералов не сказал, например, следующие слова. Я такой-то, такой-то виноват в катастрофе подлодки Курск, потому что, во-первых, во-вторых, и в-третьих, здесь и сейчас. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ.